Праймерис уже далеко не новое слово в российской политике. Процедура проведения предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов является обязательной и прописанной в уставе партии «Единая Россия». Через нее предстоит пройти кандидатам в законодательные органы любого уровня, от местных советов до областной думы. Сегодня можно говорить, что процедура выдвижения закончилась, она прошла достаточно успешно. Я могу сейчас уже озвучить цифры. Всего для участия в процедуре предварительного голосования было подано больше 340 анкет в Брянскую областную думу, это 302 человека. И более 215 анкет в Брянский городской совет, это порядка 190 человек для участия в предстоящих выборах в Брянский городской совет. В среднем это получается порядка 10-12 человек на одно место. Документы для последующего выдвижения подали практически все действующие депутаты. Также в составе кандидатов представители общественных организаций и самовыдвиженцы, в числе которых студенты, работники бюджетной сферы, руководители крупных предприятий. На текущий момент сформированы предложения от большинства местных отделений. На территории соответствующих округов в рамках традиционных избирательных участков будут сформированы избирательные площадки, на которых будет проводиться голосование. На текущий момент определено порядка 800 мест. Для сравнения, это у нас 1118 избирательных участков. Большая часть из них будет 18 мая открыта, практически 80%. И на территории этих избирательных участков также будет осуществляться стандартный избирательный процесс. Генеральная репетиция предстоящих выборов состоится 18 мая. Традиционно праймерис проводится по абсолютно открытой модели. Поддержать того или иного кандидата могут все граждане России, обладающие активным избирательным правом.